В ходе мероприятия были рассмотрены и обсуждены вопросы, касающиеся укрепления института семьи, материнства, отцовства и детства, а также развития женского бизнеса на селе и создания новых рабочих мест. Мы хотим сегодня поднять проблемные вопросы, которые есть у нас, у женщин. Как воспитывать наших детей, что нас ждет впереди, наших детей, нас ждет впереди. Сейчас век новых технологий, мы хотим поделиться. Мы были на международном форуме «Женщина и энергия будущего» в сентябре месяце, и мы вдохновились большими идеями, предложениями, которые на этом форуме прозвучало. И эта идея возникла там же, собрать наших сельских женщин. Как отметил в своем обращении к делегатам слета заместитель Акима области Ербол Нургалиев, сложно переоценить вклад женщин, бизнесменов и политиков в развитие социально-экономической жизни нашего региона. Бизнес с женским лицом ставит своей целью не только получение максимальной прибыли, но и поддержку сограждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. По программе занятости 2020 из 357 человек 2000 женщин открыли свой бизнес. Это показывает активную роль женщин в развитии в целом среднего и малого бизнеса в нашей области. С первых дней обретения независимости главой государства уделяется огромное внимание поддержке социально-экономических слоев населения, особенности детей, оставшихся без родительского попечения. В ходе слета для участниц были организованы экскурсии по новым областным объектам социально-экономического назначения. Кроме того, 13 самых активных женщин в развитии сельского бизнеса и социальной сферы были награждены благодарственными письмами Акима области Бердебека Сапарбаева. Более детально о прошедшем форуме мы расскажем в пятницу в традиционной рубрике подробности. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».